Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, в начале коротко о главном. Одно слово, четыре буквы и вечный смысл. В Махачкале на площадке молодежного центра состоялся концерт, приуроченный ко Дню Матери. Настоящая сила в терпении. Шейх Ахмад Афанди встретился с руководством и воспитанниками двух столичных спортшкол. Правила действуют для всех. Столичные маршрутки проверили на наличие нарушений как среди водителей, так и среди пассажиров общественного транспорта. Зрелищная игра как следствие высокого мастерства. В Махачкаре подвели итоги мини-футбольного турнира на Кубок Шамильского района среди ветеранов. В Дагестане качественно выстроен комплекс с помощью людям с ВИЧ. Такое экспертное мнение было озвучено на практической конференции по противодействию распространения инфекции на территории Северокавказского федерального округа. На встрече обсуждалась реализация специальной государственной стратегии по профилактике данной болезни. В целом, конечно, Дагестан является одним из благополучных регионов нашей страны с невысокой пораженностью ВИЧ-инфекции, с достойной и качественно построенной весь комплекс оказания медпомощи больным и центром борьбы с ВИЧ-инфекцией. Тем не менее, есть еще возможности наращивания и сервиса больным ВИЧ-инфекциям, и доступности. Цель номер один в Дагестане сейчас – увеличить доли тестирования на ВИЧ-инфекцию. Активно привлекаются к профилактической работе и некоммерческие организации. Сейчас на территории республики проводится не только глубокое обследование с антиретровирусной терапией, но доступны и индивидуальные встречи с клиническим психологом. Не зря мы вплотную работаем с нашими некоммерческими организациями для того, чтобы популяризировать, во-первых, проведение тестирования, необходимость этого тестирования, второе, это для того, чтобы люди не боялись того, что вдруг у них выявится это заболевание, потому что мы сегодня понимаем, мы сегодня говорим, что чем раньше мы выявим эту патологию, тем дольше качество жизни, уровень жизни, продолжительность жизни пациентов со статусом ВИЧ в нынешних условиях возможно поддерживать долгие годы. И сегодня действительно мы должны выработать у населения ту толерантность к пациентам с ВИЧ-инфекцией, тем, кто рождены от больных с ВИЧ-инфекцией, этим детям жить дальнейшую жизнь, для того, чтобы к ним не относились как к изгоям. Завершен ремонт автомобильной дороги Буйнакс-Гимры-Черката. Работы на 21-м километре пути были проведены в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Трасса соединяет горные районы и центральную часть Дагестана со столицей региона. На объекте специалисты устранили просадки и усилили основание дорожного полотна с заменой грунта. Напомним, всего в этом году в Дагестане строительно-монтажные работы по нацпроекту развернулись на 48 участках. Улицу Абаканскую, прилегающую к детскому саду номер 20 в Махачкале, ремонтируют. Сад был построен еще в 2014 году и для удобства детей и родителей было необходимо благоустроить тротуары, бордюры и в целом улучшить внешний вид улицы. Мероприятия стартовали в рамках реализации региональной программы «Мой Дагестан. Мои дороги». Работы по благоустройству улиц и дорог в столице республики продолжаются. Мы продолжаем работу по благоустройству территории, прилегающей к объектам социальной автоструктуры. В микрорайоне Первого Махачкала проводится ремонт улицы Абаканской. Протяженность улицы 200 метров. Здесь мы предусмотрели обустройство тротуаров, что очень важно для воспитанников детского сада. Работу планируется завершить уже на следующей неделе. В последнее воскресенье ноября по старой традиции отмечается День Матери. И в этом году он приходится на 27 число. В Махачкале на площадке молодежного центра состоялся концерт, приуроченный к этой дате инициатором которого стал Университет юстиции. На праздничные мероприятия были приглашены матери студентов, а также почетные гости. Подробности у Саиды Меджидова. «Рай под ногами матерей» – это одни из самых ценных слов для всех дагестанцев и не только. Следуя этому хадису, высокое уважение и трепетное отношение к матерям, решили показать и организаторы мероприятия. Сегодня мы начали организовать этот День Матери. Мы обычно в стенах нашего вуза проводили ее, а сегодня решили географически увеличить и провели ее в масштабном формате. Пригласили всех родителей наших студентов, чтобы они могли участвовать в этом мероприятии. Самое любимое слово – это мама. Я бы хотел, чтобы все вузы проводили и в масштабном они увеличили, потому что забывать, скажем, материнская ласка или матерям мы не имеем права. Для приглашенных была подготовлена насыщенная концертная программа. Студенты, отличившиеся успехами в учебе и в общественной деятельности, а также их матери, были награждены благодарственными письмами и ценными подарками. Вручали благодарственные письма и почетным гостям, в числе которых была советник муфти Дагестана Айна Гамзатова. Пророк Мухаммад, мирное благословение, сказал, что мать – это мадресе. То есть мать – это академия, это кладезь знаний. И через молоко матери передаются не только витамины, передаются еще и благонравия, передается мужество, передается любовь к родине. Много-много хороших положительных качеств, которые растят в будущих героях. Я желаю всем вам, чтобы вы гордились своими, присутствующие матери, гордились своими детьми, радовались их успехам. А детям, которые учатся в этой академии, желаю, чтобы они получили не только диплом с отличием правовой академии, но и диплом от матерей, в том, что они вырастили достойных сыновей и дочерей. Поздравляю всех вас! Спасибо! Завершилось мероприятие весьма символично. Исполнением легендарной композиции «Журавли» зрители концертного зала слушали песню на стихе Расула Гамзатова «Стоя». Мне кажется порою, что солдаты скромают неприщачьи ей поле. Саид Меджидов, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Антитеррористическая защищенность учебных заведений города стала ключевой темой совещания руководителей образовательных учреждений столицы. Вопрос, по мнению выступавших, требует постоянного контроля и внимания не только со стороны соответствующих служб, но и самой школы. Первый вопрос у нас антитеррористическая защищенность в связи с поступающей информацией по антитеррористической защищенности, по пожарной безопасности. 117 предписаний у нас есть и очень много серьезных вопросов, связанных с работой кнопки тревожной безопасности, тревожного звонка. Также в ходе совещания подводились итоги капитального ремонта учреждений. Из заявленных 30 организаций в 14 работы уже завершены. На остальных объектах сроки сдачи перенесены на следующий год. Стоит отметить, что уже осуществляется подача заявок на ремонтные работы в период с 2024 по 2025 годы на общую сумму 543 миллиона рублей. В Махачкале проверили маршрутки. Специалисты Управления транспорта, связи и дорожного хозяйства совместно с представителями ГИБДД и Ространснадзора, провели рейд по контролю за соблюдением транспортного законодательства пассажирами и водителями. Как показала проверка, чаще всего встречаются такие нарушения, как превышение нормы вместимости, то есть в салоне автомобиля находилось больше людей, чем посадочных мест. Имеются и факты остановки общественного транспорта в неположенных местах. Все эти мероприятия мы выявляем, по ним составляем административное постановление, выносим решение тут же на месте. На водителя идет за превышение нормы вместимости полтора тысячи штраф, за посадку-высадку неустановленных мест – три тысячи. Все эти мероприятия совместно с работниками ГАИ мы регулярно неделю в два раза проводим. Вы – наш олимпийский чемпион. С такими словами, дзюдоисты Махачкалы подарили кимоно муфтию Дагестана шейху Ахмаду Афанди. Встреча проходила в актовом зале Муфтията Республики. В ней приняли участие руководство и воспитанники двух спортивных школ столицы. Хамзу Нурмагомедов продолжит. Дзюдоисты двух столичных спортшколы имени Али Алиева и Спартака впервые встретились с муфтием Дагестана шейхом Ахмадом Афанди. Гости поблагодарили духовного лидера за оказанное внимание и отметили огромную работу муфтията в деле духовно-нарастного воспитания спортсменов. 20 лет я тренером работаю, 20 лет муфтият очень плотно, очень серьезную работу ведет с моими учениками, да и вообще со всеми спортсменами. И поэтому всегда муфтият приходит к нам и на уроки, и нас зовут, и они к нам приходят. И хотелось бы, конечно, просто прийти один раз и вот такое человеческое спасибо сказать именно нашему муфтию, именно нашему муфтияту. И благодаря этим муфтиятам очень-очень много, наверное, спортсменов на истинном пухте находится. Вы знаете, очень положительно они влияют на наших детей. И вот последние лет пять наши ребята, именно те ребята, которые занимаются у нас, они еще не были замечены ни в митингах, ни в каких-то преступлениях, да. Они строго занимаются в залах, никуда не лезут и делают свое дело. В ходе беседы муфтия обратился к спортсменам с ценными наставлениями. Шейх акцентировал внимание на важность образования и духовного развития. Человек, за которым какие-то грехи, даже когда где-то шорох появляется, он боится. Он думает, что это его беспокоит, идет этот человек. А когда духовного здоровья, за ним грехи нет, он ничего не боится. Это очень важно и логично. Особенно вам нужно, чтобы вы с собой владели, особенно когда вы злитесь на кого-то. Когда кто-то вас раздражает или же злит вас. Вот в этих ситуациях, конечно, вы должны себя владеть собой. Вы должны быть, к примеру, будучи спортсменами, а кто мешает вам одновременно, чтобы вы были грамотными людьми, интеллигентными людьми. Вот это тоже вы постарайтесь себя не освобождать. Даже если руководители учебных заведений вас освобождают, вы себя не освобождаете. Учитесь параллельно. Будьте грамотными. В завершение встречи руководство спортшколу в знак благодарности за сотрудничество преподнесла муфтию памятные подарки. Подарок. Кимоно. Шамер Корахмайф. Вот такое кимоно мы сделали с золотой нашивкой. Обычно золотые нашивки у олимпийских чемпионов бывают. Но мы признаем, что вы во всех веселых категориях наш олимпийский чемпион. Такая золотая нашивка с фамилией нашего. Хамзу Нурмагамедов, Ислам Халиков, Мурат Бигбарзов. Телеканал ННТ. Махачкала. И о спорте. В Махачкале подвели итоги мини-футбольного турнира на Кубок Шамильского района среди ветеранов. Сильнейшего определяли 13 коллективов. К участию допускались футболисты в возрасте не младше 35 лет. Команды показали зрелищную игру. И не обошлось, конечно, без сенсации. Курбан Рагимов об итогах турнира. Кубок Шамильского района в финале разыгрывают команды Гоор и Хучада. Футболистам за 35. Несмотря на возраст, оба коллектива показывают высокое мастерство и хорошую физподготовку. Первым счет открыл Гоор. Игроки в белой форме имели шансы развить преимущество. Но под конец матча игра выровнялась. Хучадинцы сумели забить свой гол. Судьба трофея решалась в серии пенальти. Здесь команда из Гоора была точнее – 12-11. К победе шли, честно сказать, очень долго. Уже которые в финал проигрывали. Как этот финал, чемпионат проводим каждый раз в финале, оказываемся. И в шаге от золотых медалей останавливались. Алхамдулла, в этом году нам было суждено это выиграть. Очень тяжело досталась эта победа. Соперник тоже был очень хороший. Игры были, как обычно, жаркие, хорошие, со спортивным интересом. Почаще таких турниров, что проводили, чтобы было братство, чтобы усиливалось. Игры на Кубок Шамильского района проходили в формате плей-офф. В спорт за трофей вступали 13 коллективов. Два тайма по 15 минут. Опытная, красивая и слаженная игра доставила удовольствие игрокам и болельщикам. Вот ветеранский турнир уже стал традиционным, можно сказать. Это очень отрядно и радует, что наши игроки, наши команды, такая сплоченность, дружба. То, что друг друга знают, ведут здоровый образ жизни. Что можно сказать больше? Очень радует. На высоком уровне прошло. Каждым годом класс тоже повышается. Видели, как бегали. Все прошло в дружеском обстановке. И, конечно, хотелось бы выразить большую благодарность организатору сегодняшнего турнира, Гимбату Магомеду. Уже не только сегодняшний, он третий раз подряд проводит этот турнир. Также, конечно, непосредственно все этот процесс руководит Мусульман Мухаммад. Конечно, это его большой труд. Все это каждый год проходит на высшем уровне. Футбол для ветеранов – это не просто игра, а стиль жизни. Соревнования проводят третий год. С каждым разом растет уровень игры и конкуренция. Сегодня не обошлось и без сенсации. Двукратный победитель турнира Го Готуль выбыл из борьбы уже после первой игры. В упорной встрече они уступили команде УРИБ. Кубок среди ветеранов призван укрепить дружеские отношения между футболистами из разных сел. Такие турниры, конечно, нас объединяют, нашу молодежь, хотел сказать, молодежь и стариков, конечно, ветеранов. Это наш шамильский район. Уже можно в любое село пойти, к любому зайти. Мы друг друга узнаем, можно сказать, все наши братья. Чуть-чуть бывает, это спорт, чуть-чуть бывает на поле, чуть-чуть разногласия, но мы это оставляем на поле. Третьими медалистами турнира стали игроки команды «Кахиб». Чемпионы и призеры получили кубки, медали и другие ценные призы. Также организаторы учредили награды в индивидуальных номинациях. Лучшим футболистом турнира признали Абдурахмана Гитинова из села Гоор. Курбан Рагимов, Шамиль Хириасулаев и Ислам Халиков, телеканал ННТ, Махачкала. Четыре золотые и две серебряные. С таким багажом медали из Таиланда домой вернулись участники первенства мира по муай-тай. В аэропорту Махачкалы спортсменам устроили торжественную встречу. Приехали родные и близкие представители Минспорта, администрации муниципалитетов и спортивных школ. Первые места в своих весах заняли Тимур Абдулаев, Насрудин Насрудинов, Саид Муцаалиев и Кура Магомед Муса Шаихов. Второе место на турнире заняли Магомед Расул Савзиханов и Магомед Асхабалиев. Перед нами стоят наши чемпионы. Представляли Дагестан, Россию, Таиланды. И принесли золотые медали, серебряные, бронзовые. Это о чем говорит? Это говорит, что мы Дагестан, кузница чемпионов. Дай Аллах, чтобы во всем Дагестане, в каждом ауле, в каждом доме выросли такие достойные сыновья. Желаю успехов и хочу отметить, Мусугольский район, молодцы, что пришли, вот так отметили парня. Вот это и есть мотивация, вот эта поддержка очень важна для ребят. Пусть будет два родственника, три родственника. Вот такая поддержка с района, администрации главы, вот это очень большого стоит. Таковы новости к этому часу. Смотрите нас на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.ЦЕН. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!